Если вы привыкли брать на грибную охоту глухие пластиковые емкости, то лучше вам от этой привычки отказаться. Разрешено использовать только тару, которая из себя представляет решетку. Это необходимо для того, чтобы при сборе грибов, который может занимать несколько часов, влага, которая из грибов скапливается на дно, испарялась. И не происходило гниения и опасного изменения состава грибов. Старые дедовские корзины, либо пластиковые варианты, но обязательно решетчатые. Самое главное, что нужно брать с собой в поход за грибами в лес, это прививка от клещевого энцефалита. Также необходимой вещью является защитный костюм со складками, которые не позволяют клещам осуществлять наползание наверх. Защитный костюм необходимо обрабатывать репеллентами от клещей. И желательно, чтобы в составе репеллента был альфа-циперметрин, потому что он очень хорошо работает и надежно защищает. Прекрасным аксессуаром для сбора грибов являются специальные накомарники с очками, потому что обычный накомарник притупляет зрение, ограничивает охват, что сказывается на снижении эффективности сбора грибов. Очень не рекомендую брать ножи столовые, потому что они представляют опасность. В лесу можно спотнуться, упасть и напороться на нож. Поэтому за грибами берутся ножи складные, либо специальные грибные, либо обычный складной. Но если такой нож вы боитесь потерять, то можно брать самый дешевый вариант – канцелярский нож. В последнее время даже в самых отдаленных уголках леса вместо грибов попадается мусор. Если так будет продолжаться дальше, то вместо грибов мы будем собирать вот это. Пожалуйста, берегите лес и забирайте свой мусор с собой. Субтитры создавал DimaTorzok